Всем привет, с вами Red Commander и мы опять в Warbanners. У меня сегодня целых две новости. Во-первых, вышел небольшой патчик для Warbanners и нам добавили кнопку возврат хода. Посмотрим, как она работает в бою. Давно уже высказывал свое мнение, что ее не хватает. Ну, вроде как только передвижение можно возвращать, но это и правильно. Мисклики происходят. Я думаю, у большинства людей никто от этого не застрахован. И сомнительно, что это... Ну, как бы каждый имеет право на ошибочку. Даже на тяжелом уровне сложности мискликом можно завести кампанию в тупик. Архиполезная кнопка. Будем ее пользоваться. Вот. И вторая новость, что уже через недельку выходит новое дополнение к Европе 4. Надеюсь, вы все такие же фанаты Европы, как и я. И может быть, посмотрим какое-нибудь обзорное видео по Европке сделаем. Так. Ну что ж, у нас продолжается наша компания. Большая. Каждый второй почти у нас прокачался. Так. Ну что ж, давайте Родерик. Родерик, Родерик, Родерик. Выносливость у тебя, на самом деле, подкачала. Вот столько всего вкусного дают, что даже не знаю. Давайте ему силу качнем. Просто с таким топором ему очень нужна сила. Делия. А вот Делия как раз предлагает в основном всякую ерунду. Поэтому возьмем здоровье. Маг. Тут у нас выбор очевиден. Всадник. Всадник. У нас уже шестой уровень. Так. У него сопротивления хватает. Уклон у него нормальный. Давайте возьмем точность. Все-таки я считаю, что рыцарь, как воин-одиночка, должен всегда попадать. Так. Маг. Второй маг. Вот тебе ману не предлагают. Боевой дух. Выносливость. Сопротивление магии. Давайте возьмем сопротивление. Выносливость. Выносливость тоже, конечно, нужна. Но для мага она не столь критична. А сопротивление, шестерка, сопротивление магии, он уже может вокруг себя кастовать фаерболы и совершенно спокойно стоять в огне. Так. Что у нас? Скоро, кстати, коронак скинет свою удачу новичка. Надо его чем-то будет интересным вооружать. Чем-нибудь крутым. Так. Пока кинем ему просто бутылочку. Так же амбапилу бутылочку. И вроде все в порядке. Так. У нас 233 монетки. А это значит, что мы можем себе позволить бить азанию. Провить вначале всех на два хода. Это очень полезная штучка. Но как я уже объяснял, если врагов много, даже просто каждому два, две единицы урона каждому бойцу, это в сумме огромный урон. В пересчете на итоговое количество. Так что в любом случае он эффективный боец. Ну не боец, помощник. Так что теперь даже не знаю. Нам в общем-то больше никто и не нужен из этих друзей. Тревиньо, боюсь, к тому времени, когда он появится доступный, я уже выкачиваю большую часть народу за 8 уровень. Опять же, случится то же самое, что с Линтоном. Он станет бесполезным. Вот. Ну а кто еще? Ну, Сет Шамар, понятно, и Зуфур. Как бы это с самого начала хотел копить на них, вылезать и купил почти всех, кроме них. Но их необходимость довольно-таки спорна. Ладно, идем на карту мира. Смотрим, что у нас так. Еретики. Посмотрим, что у нас с еретиками. Славиус гневно тыкал тонким белым пальцем в карту Арбии. В районе восточной части леса Эмерет. Отступники, некроманты. Говорят, там есть даже орки и гоблины. Уничтожить, выжечь коленом, галь железом этот мерзкий рассадник Ереси. Никогда прежде Родерик не видел королевского советника таким возбужденным. Советник, в чем их обвиняют? Эти поганые еретики, практикующие запретную магию и неуважающие королевскую власть. Оно просто поганые еретики, понятно. Отправляйтесь немедленно. Мистер Сагарус, искоренитель Ереси, будет вас сопровождать. Ну что ж, начнем, посмотрим. Поселение еретиков, состоящее из шести скромных деревянных домиков, уютно расположилось на опушке леса. В Денелип и Вязов. И ничем не отличалось от поселения лесорубов или охотников. Небольшие хозяйственные пристройки, поленец, дров возле стен, вьющийся над печными трубами дымок. Родерик медлил, не обращая внимания на настойчивые призывы Сагаруса к началу атаки. Командир, мы схватили ее возле поселка. Фасил бесцеремонно прервал размышления молодого человека и грубо толкнул к Родерику женщину 35-40 лет в свободном белом платье с длинными рукавами. Я Эмилин, жрица милосердной богини Илмары. Что вам нужно в нашей мирной общине? Мирный? Сагарус устремился к женщине. Некроманты и зеленокожие твари, это, по-вашему, мирная община? Они просто изучают природу магии и не причиняют никому вреда. Именем короля Тибальда я приговариваю тебя, ведьма, к сожжению на костре. Уведи ее. Сагарус отбул приказ Фасилу, который недоуменно посмотрел на Родерикаж. Да, реакция командира. Вообще, какой-то блудняк происходит, и мы, походу, в него вписываемся. Так. Ну, либо такова через 10 минут, да, либо освободить. Я солдата не палачим, а зачем? Но, опять же, мы уж точно не палачим, и вот в такой блудняк вписываться не хочется, потому что, ну, сейчас перебьем опять там, не пойми кого. Минус опять нам дадут к нашей репутации. Ну, скорее всего, там вознаградят как-нибудь. С другой стороны, сейчас мы пойдем против своих, и уже во втором королевстве нас обвинят в пересонной Монграде. Потом придется идти орков лечить на полставке. Ладно, ну, давайте, мы не палачи. Вот. Да как ты смеешь, щенок? Лицо Сагаруса пошло красными пятнами от гнева. Еще до заката это змеиное гнездо будет уничтожено. Измена! Так, ага. О, присоединилась Эмилин. Кто такая Эмилин? Она ко мне присоединилась? Что-то я никого не вижу. Так, и у нас тут мега-махач сходу начинается, и мы деремся с обычными человечками, да? Угу. Так. Вот, кстати, кнопочка отменить последнее действие. Можно будет попробовать ее как-нибудь выязать. Так, что у нас... Что мы можем? Так, у нас... Ммм... Ммм... Так. Враков, в общем-то, не так уж и много даже, я бы сказал. У нас здесь... Есть где обороняться. Есть все возможности. Первым делом давайте, наверное... Так, так, так. А сделаем... Так вот... Через полосицу. Чтобы враг ко мне так легко не подходил. Здесь тянем бойцов назад, чтобы держать оборону. Здесь наши подвижные части будут действовать вокруг деревьев. Дели уберем. Это все понятно, это все просто. Катапульку. Катапульку давайте сюда поставим. В начале боя, я думал, коняшка может спокойно пострелять. Вообще, рыцарь катапультист. Это круто. Ладно. Ну что, мы готовы к бою. Все отравлены. Все прокляты. Отлично. Все работает. Можно начинать бой. Так, убираем отсюда Делию первым делом. Пока и... Не напихали. Так. Так. Здесь просто разворачиваем бойцов. Здесь лучник. Давай, отходи, стреляй по магу. Ну, понятно. Надо мага максимально быстро изничтожать. Отходи. Так, кстати, катапультист. Туда можешь жахнуть так, чтобы всем прилетело. Так, никому не прилетело. Нормально. Можем было, кстати, сюда еще выстрелить. Но тоже по троим бы. По троим бы только мог попасть. Так, развернись сюда. Ты вставай сюда, будешь принимать. Раз, два, три. Боевой кличный ребят еще кинем. Ну, здесь они не пройдут. Никаким способом. Так, мага поближе выдвинем. Так, лучник, пока вы не сможете выстрелить? Не можешь. Странно, но ладно. Так. Жахнем фейербольчик. Он даже подзагорелось кое-где нормально. Так, лучник, лучник, лучник. Давай ты сюда. А лучник вот сюда. Отлично. Так, ну, думаю, у нас проблем в этом бою быть вообще никаких не должно. Армия врага, в общем, выглядит относительно слабой. Кстати, артефактиков нам их не дадут. Так, лучники начинают пить зелье. И стрелять по моему юнотавру. Так, этот подлечился. Так, здесь стенка на стенку сейчас будет бой. Коняшка в обход пошла. Ага. Что-нибудь с этим сейчас надо будет придумывать. Так, лучник. Ты. Подходи из огня. Нечего там стоять. И запулевай мага. Маг не должен долго прожить. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас ребята уже некоторые пострадали. Можно круговым хилом их поднять. Так, и катапульта. В идеале, конечно, хочется попасть по магу. Но попали по жрице тоже. В общем-то, очень хорошо. Так, здесь вдвоем на одного давайте. Так, а ты, ты давай его. Тоже промах. Но ничего страшного. Паладин будет оказывать просто сдерживающий такое влияние. Ну, баф накидывать. Все, как всегда. Вот этого бойца надо бы встретить. Ну, с другой стороны, у меня есть конь. Конем, наверное, и будем встречать его. Правильно? Плюс лягушка. Посмотрим, где она появится. Ага, вот здесь. Вот лягушка сейчас с конем сражаться и будет нормально. Так, что мы можем... Что мы можем еще интересного придумать? Прожечь кого-нибудь можем. Ну, давайте потихоньку от мечников избавляться. Так. Нормально. Будем здесь потихоньку нарезать. Здесь проблем быть не должно. И второй маг. Так, не добьешь. Не добьешь. А, но он натравленный, поэтому умрет. Умрет самостоятельно. Все нормально. Лягушка движуха начала. Так. Ох, как нехорошо пуляет. Все в огне здесь уже. Надо будет опять лечить сейчас ребят. Ну, здесь у меня очень стойкая оборона. Как бы каких-то шансов серьезных у врага нет. Единственное, что у меня очень качественно просел коронак. Что же ты так, дружище, проседаешь-то на ровном месте? Тебе особо никто и не бьет. Так. Родерик у меня пока бездействует. Поэтому давай покричи. Так. Вот сюда надо катапультой заряжать, конечно. Да. Катапультой надо заряжать, но у меня коняшка сейчас будет занятым. М-м-м-м. Ладно. Проаттаку... Ну, вот поднимаешь ему точность, поднимаешь, а все бессмысленно. Все равно мажет. Мажет наш конь. Так. Лучник. Ну, давайте убьем жрицу. Раз уж дают такую возможность. Маг, три жизни у тебя осталось, маг. Три. Мог бы уже ископытиться. Так. Подведем, наверное, сюда Делию. Нет. Давайте подхилим еще Каранака. Беспокойся за его состояние. Здесь надо убивать. Отлично. Минус мечник. Так. И маг. Что ты можешь? Что ты можешь? Можешь? Мне кажется, ты конь. Ах. Не можешь туда тянуться, да? Грустно, печально, но... О, кстати. Эхе-хе-хе. Избавимся от вражины. Нормально. Немножко маны лишние тратили, зато избавились от мага, который был самый неприятный здесь товарищ. Конечно, остаются еще три лучника плюс танцовщица, но... Думаю, мы с этим справимся. И надо опробовать все-таки кнопочку новую. Так, ну вот, лучники стали стихийно мазать. И это хорошо. Так, потравили нашего лучника как-то. За что? Так, лягушка, хватит ползать здесь. Давай уже вылезай и вступай в бой. Занимается не пойми чем. Так, лучник, лучник, лучник. Стреляй. Не попал. 45% стреляй. О, отлично. Рыцарь, в общем-то. Рыцарь готов. Так, давайте круговой хилл. Тут ребятам пригодится. Маг 60%. Нормально, промах. Так, и второго мечника будем нарезать. Пока у них тут разрыв. Они, в общем-то, сейчас оказать ему помощь даже не могут. Так, и воспользуемся катапультой. Попробуем жахнуть сюда. Ясно. Я все понял. Так, ну что, добьешь его? Добьешь, отлично. Минус один. Выдвигайся вперед. Ну, в общем, игра сделана, на самом деле. Тут... Все в моих руках. Кстати, отменить последний действий. Да, вот вернулся. Нормально, работает. Кнопочка работает. Крит не выскочил никакой. Так что все в порядке. Так, ты давай беги сюда. Сейчас будешь в спину заходить вражеской коняшке. Ее надо убирать. Так, лягушка так до сих пор ничего и не делает. Так, держитесь, братцы. Заморозили все хуйки. Нехорошая у них танцовщица. Она вроде ничего не делает, но при этом сильно меня писит почему-то. Ладно. Так. И нам маны здесь уже не хватит на то, чтобы эффективно подлечить, да? Давай тогда медитируй. Катапульты и стрелять в этот ход не будем. Поднимем хипусики к каранаку. И давай в бок заходим. Промах. Как всегда промах. Ну что, надо добивать вот эту братушку. Плюнем пока на лучников. Надо обезопасить сначала основные направления. Так. О, кстати. Давай полукарю. Промах. Нормально. Бьешь, контюнг, бьешь. Отлично. Так. Остался тут один паладинчик. В общем-то, можно сказать, в присмерти находящийся. Так. Здесь мы нарезаем бойца вражеского аха. Нет у тебя выносливости. Плохо. Плохо, что нет выносливости. Интересно, что с нами сделают после этого боя. Понятно, что мы персоной Нонграда станем, скорее всего, уже во втором королевстве. Опять за нами будет какая-нибудь погоня. Будут пытаться убить. И куда нам реально после этого идти? Так. У нас два бойца сильно просели. В лучник, во-первых. И во-вторых, танцовщица. В танцовщице. Девять жизней всего осталось. Так. Девять жизней это как-то маловато. Давай-ка. Одним тебе их. Так. И лучник. Ни с того не... Просто взял и просел на ровном месте. Так. Что, убьем его на этот ход? Сколько у тебя? Три жизни осталось. Нет. Пока еще хочет жить. Ничего не могу с этим сделать. Хочет так, хочет. Так. Тридцать пять процентов шанса добить. Мимо. Сорок пять. Давай. Мимо. Так. По двоим сразу. Давай. И добивай. Давай ты добивай. Нормально. Живучий паладин оказался. Но умрет под кровотечение. Так. Здесь мы все окружили. Здесь все хорошо. И здесь тоже добиваем. Отлично. Конь идеи щелучников. Мак. Давай добивай десять процентов. Не хочет добивать. Самое интересное окажется, что если это действительно какие-то сектанты жуткие, которые выращивают там некромантов, а мы на их стороне окажемся. Тогда будет немножко грустно. Но с другой стороны было бы хорошим таким сюжетным ходом. Относительно непредсказуемым. Так давай добивай его уже. Не хочешь никого добивать. Опа. Давай в тыл заходи. Танцовщица. Ну, танцовщица, понятно, в тыл бессмысленно заходить. Она, скорее всего, изворотливая такая же, как и наша. Да? Да, изворотливая. Потом будем ее застреливать. Психическим способом. Так. Промах. Да как так? Как ты вообще выжил, паладин? У тебя было кровотечение? Я... Или три у тебя же... Три жизни оставалось, да? Ладно, будем считать, что три. Вперед. Коняшка. В бой. Так, мак. Не добил. Сколько у тебя осталось? Три. Три жизни тоже. Так. Ну, вроде с остальными все нормально. Так, лучник. Чего-то всем ты так не нравишься. Все прям по тебе так стреляют. Ника, отдохни. О, наконец-то лягушка начала кого-то бить. Хотя у нее варианты были и пораньше. Довольно-таки интересно, кстати, система выбора целей у компьютера. Надо будет поисследовать этот момент. Еще разработчик на форуме, кстати, писал, что будет сделана арена. Не совсем пока понял, как эта арена будет работать. Но вроде как в любой момент вот компанией наших бойцов можно будет посражаться просто с компьютером, как бы с соперником. Не знаю, как там будет компоноваться отряд. Может, мы как-то что-то будем выбирать. Может, они будут готовы отряды выдаваться. Непонятно. Но сам факт того, что такая возможность появится, это интереснее. Игра развивается. Вполне позитивненько. Так что... Тут еще много интересных вещей нас ждет. Так, ну все. Остается просто добить. Врага, да. Слюбимся вперед. Так, давай подлечи его. Так, тоже вперед. Сколько у них? Четыре лучника осталось. Ну давай, рягушка вперед. Промахнулась ядом. Ага, и они напоследок решили пострелять по моим задохликам. Понятно. Но опять же, вполне грамотный выбор. Я, возможно, сделал так же. Так, костер погаснет, что ли? Ну давай. Вставай в костер. Так, ну... Ты, наверное, у меня... Коронак зря сюда пришел. И отдыхай. И отдыхай. Да. Тоже не очень умное решение принял. Ладно. Так, здесь один. Уражина остался. Обходи. Так, лучники. Ну что, убьете, как-то один. Готов. Второй. Промах. Жалко. Жалко. Ну ладно. Катапульт откройте. Может взлетись? Давай сюда. Промах. Ладно. Так, лягушка опять куда-то поползла. Все, добиваем врага. Уход успеем, не успеем. Лучники. 90%. Отлично, все. Ну, довольно-таки, легкая победа. О, нам дали... Нам дали какую-то интересную штучку. Фиал душ. Дает особенности жнец. Что за жнец? Тут не в курсе. Что по опыту? Танцовщица 94. Вроде как она не особо, по-моему, там... Двух мечников они там нарезали вдвоем. С одним из моих танков. И все, видимо, вот с этим. Вот она больше всего опыта и получила. Так, остальные так более-менее средненькие. Так, ну давайте почитаем, что у нас ждет дальше. После боя Эмилин подошла к уставшему Родерику. Кстати, нам дали вот эту Эмилин. Что она делает? Надо посмотреть. Вы правильно поступили, вступившись за общину. Они сегодня же уйдут из Орбеи. Дебальд не оставит их в покое. А как же вы? Я не член общины. Я странствующая жрица без своего храма. Надеюсь, вы не будете возвращать, если я по мере сил буду помогать вам в ваших странствиях. Давай. Так. Вот она, Эмилин. В начале боя все юниты получают богословение на три хода. Шикарно. Нормальненько, нормальненько. Такой... Ну, в общем, в начале боя я почти всегда жрицей кидал богословение. И то половину не доставал. А теперь это Эмилин будет делать 100% на трех без расходования маны. Очень-очень полезно. Так. Что у нас с вот этой штучкой? Фиал душ. Давайте кому-нибудь его навесим. Что это дает? Жнец. Когда кто-нибудь умирает, юнит восстанавливает здоровье и ману. Так, понятно. Значит, нужно тому, у кого есть мана. Тому, у кого есть мана. Либо той же жрица, наверное. Вот. Пояс регенерации с нее снимем. Пускай у нее будет дополнительный мана резерв. У нее и так приток маны. Плюс жнец еще будет... Ну... Да. Это будет правильно. Так. Пояс регенерации. Ну, это мы посмотрим дальше уже, кому накинуть пояс регенерации. У нас заработали немножко денежат. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Ну что ж, на этом серия заканчивается. Напишите в комментах, хотите вы серий по Европе 4. Интересно ли вам эта игра? Или вы не знаете, что это за игра? Вот. В целом, у меня был план по получению достижений в Европе. Несколько серьезных таких видосиков записать. Ну, интересно будет ваше мнение. А на сегодня все. Всем спасибо. С вами был Red Commander. Всем пока.